В России любые антивоенные акции и пикеты тут же пресекаются. По данным ОВД-Инфо, признанного в России иностранным агентом, за все время с объявления так называемой спецоперации в России были задержаны более 15,5 тысяч человек за то, что они выступали против вторжения в Украину. При этом в Германии, в разных городах, в том числе в Бонне и в Берлине, по воскресеньям никто не запрещал проезд автоколонн в поддержку России и против дискриминации русских. Сегодня такие автопробеги были запланированы в Ганновере, Франкфурте, Хальброне, Лорихе и Кемптоне. Во Франкфурте, правда, автопробег запретили, но проведение митинга разрешили. Сегодня в финансовой столице Германии работает наш корреспондент Михаил Бушуев, он сейчас с нами на связи. Михаил, я знаю, что ты сейчас находишься на про-украинской акции, а буквально два часа назад был на про-российской в том же Франкфурте. Скажи, почему автопробег запретили, а митинг разрешили все же провести власти Франкфурта? Я имею в виду про-российский. К про-украинскому мы вернемся чуть позже. Маргарита, добрый день. Да, действительно, мы находимся сейчас на площади Росмаркта, это в центре Франкфурта на Майне, где буквально одну-две минуты назад закончилась про-украинская демонстрация. Что касается пророссийского автопробега, то власти Франкфурта сказали, что мы не можем ограничивать свободу выражения и свободу собрания, которые гарантированы основным законом Германии, но мы должны наложить определенные ограничения, чтобы не содействовать пропаганде военных действий России против Украины. И участникам демонстрации разрешили митинговать также в центре города, но на другой площадке в районе оперы. И заявлено было около двух тысяч участников. Ограничения касались демонстрации некоторых символов. К ним относятся, например, демонстрация буквы Z, демонстрация буквы V, георгиевской ленточки. Но, тем не менее, участники принесли, были видны флаги Новороссии, флаги самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. И звучали некоторые песни, восхваляющие войну и какие-то военные действия. Михаил, скажи, пожалуйста, на пророссийской акции сколько было собравшихся, что это вообще за люди, какая публика, возраст какой, есть ли организаторы или это все происходит стихийно? Я помню, что несколько недель назад в Бонне первый такой автопробег проходил сравнительно стихийно. То есть полицию предупредили или получали разрешение буквально за пару часов до самой акции. И, тем не менее, на эту акцию тогда вот в Бонне собралось порядка 400 автомобилей. Так кто люди, которые сегодня во Франкфурте на пророссийскую акцию приходили? Все верно. Давайте начну с акции в Бонне. Дело в том, что по данным местных властей в городе Бонне не нужно было согласовывать акцию заранее, как, например, во Франкфурте. И поэтому организаторам, насколько мы не можем судить точно, но организаторы не должны были заранее согласовывать ни маршрут, ни количество участников. Это произошло буквально за пару часов. И мы не знаем, было ли это стихийно или нет, но, по крайней мере, власти узнали об этом, и власти близлежащих городов также узнали об этом буквально из соцсетей. Что касается демонстраций во Франкфурте, то действительно они были согласованы заранее. И полиция опубликовала еще в четверг и маршрут прохождения пророссийской демонстрации, и место прохождения двух проукраинских демонстраций. Всего их сегодня было три. Одна пророссийская, две... Да, и две проукраинские. Теперь, что касается участников. Это две довольно разные, уже хотя бы визуально, картины происходящего на пророссийской и проукраинской демонстрациях. Во-первых, флаги на пророссийской. По понятным причинам, значит, это вот перечисленные пророссийские и советские флаги, которые, в отличие от Нижней Саксонии и Ганновера, здесь не были запрещены, были люди с советскими флагами. Это были на пророссийской демонстрации в основном мужчины. Их было гораздо больше, чем женщин. И это были мужчины, ну, скажем так, среднего возраста в основном, 40-50 лет. Тогда как на проукраинских женщин было больше, и среди них много беженцев, которые, как мы узнали из разговоров с ними, пришли просто из близлежащих отелей, где им дали приют. С некоторыми из них нам удалось поговорить лично. Может быть, стоит дать небольшие записи этих разговоров, если это технически возможно. Расскажите, что вас сюда привело на демонстрацию? Я пришел сюда на демонстрацию поддержать Россию, ее, ну, как сказать, в помощь ей, типа, как сказать, не знаю правила, но, в общем, хочу поддержать Россию. Я против фашизма, я против нацизма, и она с этим борется. И я поддерживаю это движение. То есть вы сейчас поддерживаете действия России? Я поддерживаю действия России. Они не убивают нервное население. Они его спасают. А когда вы видите тысячи беженцев из Украины здесь, что вы думаете? А я вам скажу следующее. Эти беженцы, они не просто так здесь. Они от своих же и убежали, по сути своей. Вот так вот. Политика у них такая. Я не политик, не буду ничего за это говорить. Политика – это гадость полнейшая. Туда соваться не стоит. Вот. Слышите сами, что происходит. Россия! 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 Я бы предложила вот кому-нибудь из них, которые вот там, назад в СССР или еще что-то, просто чтобы он принудительно пожил два дня в наших домах. Понимаете? К метро, в подвалах, в которых мы откукурили, спустили с детьми. Мы не могли поесть, помыться. А что вы чувствуете по отношению к этим людям, которые сюда пришли, на эту демонстрацию? У меня нет к ним ненависти, абсолютно. У меня лишь только одно, что это люди, которые, они находятся в очень большом заблуждении, в какой-то такой амане в своей, которая будет со временем проясняться, то есть будут проясняться все. Я в этом просто уверена. Скажите, а российские вот лозунги и то, что вы слышите здесь, это не националистические разве лозунги, с вашей точки зрения? Здесь не кричат «Слава России», здесь просто люди... Как же только что? Вы же слышали вместе со мной еще как кричат «Слава России». Может быть, есть организаторы, я сам публиковал их пост, и там было совершенно точно написано, что можно делать, что нельзя. Никаких знаков СЭД, чтобы не провоцировать, и никаких популистских лозунгов. Ну, толку никогда не возможно контролировать полностью, поэтому, если кто-то кричал, возможно, я лично не слышу. А флаги СССР вы тоже поддерживаете? А вы не поддерживаете то, что СССР победил фашизм и национализм в Германии или в мире? Я являлась администратором одной большой группы российских, ну, даже не российских, а русскоговорящих девушек, проживающих на территории Европы. И в последнее время мы столкнулись с тем, что просто нас начали взывать, то есть проявлять агрессию какую-то против нас, угрожать нашим детям. Я немка, я российская немка. А сейчас, впервые за все это время, я себя чувствую не нужно здесь. Я себя чувствую лишним, потому что мне попытаются навесить на меня вину народа, вину за войну, а я не виновата в этой войне. Я не выбираю Путина, я выбираю Меркель, я выбираю Шольца. Я не поддерживаю людей, которые кричат сейчас Путин, я не поддерживаю людей, которые кричат Россия вперед, потому что это боль, это смерть, и не только со стороны российских солдат смерти, это со стороны украинских солдат смерти. Я никогда не была патриоткой России. Вот я не могу сказать, что вот Россия прям вот патриотка, патриотка, даже учитывая то, что, допустим, буквально несколько лет назад я стояла на такой же демонстрации против Путина возле русского посольства. Но эта ситуация, которая создалась здесь, для моих детей, она меня очень помогла. Надо сказать, Маргарита, что вот Наталья была одной из немногих и была вообще-то в меньшинстве, надо сказать, потому что в основном люди были настроены, конечно, гораздо более, скажем так, агрессивно. Вообще атмосфера, надо сказать, пророссийской демонстрации была достаточно напряженной во многом потому, что за кордоном полиции там же на площади оперы была и относительно спонтанная, несогласованная, если я правильно понимаю, с полицией проукраинская демонстрация, на которой тоже собралось несколько сот человек. И демонстранты с одной и с другой стороны обменивались выкриками, лозунгами, взаимными ругательствами, включая матерные и так далее, и так далее. В общем, атмосфера была достаточно напряженной, хотя каких-то прямых стычек, по крайней мере физических, удалось избежать. Михаил, ну вот мы видели, ты разговаривал с людьми, которые сегодня пришли на пророссийскую акцию во Франкфурте. Не задавал ли ты им вопрос, откуда они черпают информацию? Вот у них источник информации какой? Ну, очень многие люди отвечали по-разному. Вот, многие люди, вот как, например, та же Наталья, с которой мы говорили, утверждают, что она не смотрит российские новости или, так сказать, российскую государственную пропаганду и читает в основном какие-то немецкие источники. Некоторые люди, и вообще это тоже нужно отметить, что пророссийская демонстрация в очень большом своем числе участников была настроена очень критически по отношению к масс-медиа. Одним из лозунгов был лозунг против СМИ. Я не помню сейчас точных формулировок, они кричали по-немецки, потому что здесь среди участников было много российских немцев или немцев из Казахстана и так далее, и так далее. Но одним из лозунгов был как раз анти, так сказать, медийный. Из этого, наверное, следует, что какие-то медиа, которые они считают мейнстримными, они, видимо, не используют. Миша, скажи, а какие вообще перспективы у этого протеста? Я сейчас имею в виду пророссийский протест. Люди собираются и дальше выходить на митинги? И как реагируют на это немецкие власти? Я бы хотел заметить, что немецкие власти несколько раз делали, в том числе на минувшей неделе, заявление о том, что ни в коем случае не хотят допустить того, чтобы война России против Украины вылилась на улицы Германии. И отчасти этим объясняли ограничения в проведении, и в условиях проведения демонстраций. Но надо добавить, что вот по сегодняшним впечатлениям очевидно, что такого рода противостояния, стычки, ну, практически запрограммированные. В будущем настроения между участниками одной и другой сторон, конечно, очень напряженные. И среди участников пророссийской демонстрации уже, конечно, назывались сроки как минимум одной очень крупной акции, которую следует ожидать. Это будет в районе 8-9 мая, которая, конечно же, воспринимается пророссийски настроенными людьми, как их дата, да, дата окончания Великой Отечественной войны. И следует ожидать, конечно, очень крупных акций в многих городах Германии, включая и Франкфурт. Но прежде всего Берлин. И я думаю, что следует, полиция наверняка уже готовится к крупным каким-то акциям, например, в районе Трептова парк, где находится очень крупное, монументальное сооружение в память подвигу советских воинов. Миша, ну и такой вопрос. Вот ты был сегодня на двух митингах буквально с разницей там в полчаса. Сначала проходил пророссийский, как ты говоришь, на площади оперы. Вот сейчас мы видим люди, которые расходятся с проукраинского митинга. Скажи, эмоциональный фон, он чем-то отличался? Мы сейчас все прекрасно понимаем, что один за Россию, другой за Украину. А вот люди, которые пришли на эти акции, эмоциональный фон был разным? Да, разумеется. Хотя описывать его в двух словах очень сложно, потому что, скажем, что касается пророссийской демонстрации, то это довольно сложная комбинация, смесь из разных эмоций. Там было очень много ностальгически настроенных людей разного происхождения, видимо, переживающих за прошлое Советского Союза, явно желающих его возвращения в той или иной степени. Там были люди, настроенные за мир, но совершенно очевидно, что этот мир должен быть на российских условиях, на условиях, которые диктует руководство в Кремле. Там были откровенно агрессивно настроенные участники, которые более или менее открыто поддерживают войну и военные действия. И там были крики. Это не были единичные крики, как утверждал один из наших собеседников. Это были действительно массовые крики, например, такие, что не будет у вас Украины, и не видать вам свободы, и Украину мы видим только в составе России. Там были, опять же, громко, я, по-моему, упоминал это, песни, которые раздавались из громкоговорителей в поддержку каких-то военных действий. Я не помню точные строчки, но там в одной из песен, например, речь шла о БТРах, которые катят по Донбассу и борются с бандеровцами. Конечно, такие песни полиция Франкфурта, которая не понимает русского языка, не останавливала, в отличие, например, от каких-то других вещей, за которыми очень пристально следят, например, за демонстрацией георгиевской ленточки или буквы Z. То есть это была такая довольно пестрая картина. Что касается проукраинской демонстрации, которая сейчас закончилась, то здесь совершенно другой эмоциональный фон. Очень многие люди испытывают большие страдания, многие плачут, потому что потеряли людей, потому что вынуждены бросить все и покинуть родину, уехать за тысячи километров. Очень многие люди переживают разрушения, которые приносят им война, потери и так далее, и так далее. Это совершенно другая эмоциональная картина, но здесь гораздо больше женщин, и не было никаких агрессивных заявлений или высказываний. Это совсем другая атмосфера. Продолжение следует...